Друзья, сегодня наша компания совершила, не побоюсь сказать, сделку века. Мы заключили контракт с самым перспективным европейским инвестором. Норвежской компанией Ёльвес. В связи с этим слово предоставляется вице-президенту нашей компании Валерию Петровичу Обухову. Спасибо. Господа, я... То есть мы все много работали, чтобы написать на этот контракт, но вот у меня лично вот ничего бы не училось, если бы рядом не было моей дорогой жены, моей Леночки. Мой успех, это твой успех. Поэтому предлагаю за любовь, за любовь, так сказать, до гроба. Ура! Ура! Врача. Ну кто-нибудь, ну вызовите врача! Все готово, Сергей Юрьевич? Теперь вы можете оттуда открывать входную дверь. Ну ты прям кулебен. Благодарю за службу. Да нет, за что, это чепуха. Сейчас еще здесь настрою контрастность. Да. Добрый вечер, господин Никонов. Вас беспокоит Дмитрий Анатольевич Легостаев, президент корпорации «Трансгаз». Да хоть Майкрософт, кто вам дал мой номер телефона. Господин Рахманин, дело, которое вы недавно расследовали. Большой привет, Рахманин. Всего вам доброго. Послушайте. Нет, это вы послушайте. У меня нет времени пререкаться с вами. У меня в офисе труп. Вице-президент компании «Обухов» пил шампанское, поперхнулся и умер. Ну что ж, очень оригинальная смерть. А что вам нужно от меня? Как что? Совет, помощь. Что мне сейчас делать? Я оплачу вашу консультацию. Ну что, вызывайте скорую, дежурную группу из ближайшего РОВД, ждите. Господин Никонов, вы не могли бы приехать ко мне в офис лично? Ситуация достаточно щекотливая и неприятная. А Рахманин говорил, что вам можно доверять в таких делах. Мой рабочий день уже давно закончен. Всего хорошего. Я пришлю за вами машину. Ну будет тебе оперативная группа? Сейчас нет никого. Сейчас на выезде. Ну двойное убийство у нас, чё тебе? Уже всё нормально-то. Слушай, этот Люгостаев из «Трансгаза» все телефоны мне оборвал. Хочешь, чтобы именно ты занимался его делом, знаешь, выручай, Серёга. Ну что, где-то? У нас налёт, что ли? Да, до связи. Студент, ну, Сергей Юрьевич, я сейчас всё исправлю. Добрый вечер. Здрасте. Здрасте. Да. Честно говоря, вообще, я думал, что вы после некоторых событий здесь не появитесь. А, вы про эту перестрелку? Да что вы, Никонов, я вам благодарна за такие впечатления, у меня до сих пор адреналин в крови. Слушай, это вы под действием адреналина так вырядились? Вы по поводу моего внешнего вида? Да, просто я иду сегодня на свидание, так что давайте сделаем всё быстро. Простите, я не ослышался, у вас свидание? Да, у нас свидание. А что в этом противоестественного? Да так. Нет, если вы спешите, то, наверное, сегодня о массаже можно забыть. Тем более, что мне тут одно дело навесили. Алексей, а вы не хотите, чтобы я вам сделала массаж? Ну, раз уж я пришла. Да я бы ноги на отсечение дал. Студент. Извините, я... Это, кстати, за тобой пришли. Давай тут пойду, закрывай свою, иду и в трансгаз. Понял. Как только приедешь, свяжись со мной. Хорошо. Ноги, видите ли, на отсечение. Все же я бы предпочел, чтобы приехал сам Никонов. Здесь нужен очень деликатный подход. Никонов, к сожалению, сейчас не может покинуть свою квартиру. Он вас видит и слышит. Если честно, следовало бы вам вызвать дежурную бригаду РОВД, и все было бы в порядке. Вы плохо слышите. Я говорю об очень деликатном подходе. А ваши правоохранительные органы не умеют работать тихо, конфиденциально. Наши. Наши правоохранительные органы. Я не хочу, чтобы сюда слетели журналисты и подняли ненужный шум. Если зарубежные партнеры узнают о смерти Обухова, контракт будет расторгнут, и моя компания понесет серьезные убытки. Поэтому я настаиваю, чтобы вы формально провели расследование и как можно скорее закрыли дело. А трансгаз в долгу не останется. Да, трансгаз не бедные ребята. Откуда вы знаете? Да просто в прошлом году один из членов правления трансгаза повредил себе позвоночник, а я занималась его реабилитацией. И много срубили с олигархов? Не жалуюсь. Мой труд они оплатили прилично. Извините. Я не работаю в трансгазе, поэтому… Да нет, ну что вы, меня вполне устраивают те деньги, которые мне платит руководство МВД. И, кстати, я могу уже начать их отрабатывать? Ну, неужели вам непонятно, что я в данный момент занят? А вы всегда заняты. Да, Ширлок Холмс у нас, конечно, хребковатый. Точно. Могиду прислать кого-нибудь и посолить, хотя бы за уважение к трансгазу. Умерший мог чем-то поперхнуться? Свидетели сказали, что он умер, выпав шампанского. Он еще с планшетом разговаривает. Тоже мне дезактив. Дай мне главного. Поручите вашей охране заблокировать выходы из офиса. Проверьте, чтобы все, кто был в офисе во время инцидента, не покинули его. Послушайте, я не могу задерживать тут наших гостей. Но если вас что-то не устраивает, я отзову своего помощника. Хорошо, я распоряжусь. Степков, проверь все бутылки и бокалы на предмет наличия подозрительного осадка. Выясни, кто где стоял, кто кому что наливал и кто из какого бокала пил. Понял. Вы раздумали идти на свидание? Мое свидание. Хочу иду, хочу, нет. Хочу, не хочу. Сказали бы честно, что свидания никакого нет. Вот и все. Послушайте, это не ваше дело. Есть у меня свидание, нет у меня свидания. И в конце концов, когда вы уже перестанете хамить? Ну правда. Хочешь сделать человеку как лучше, а он все время не услышит. Даже... Черт! Вы в порядке? Не ваше дело. Прекрасно. Сломала каблук. Это все из-за вас. Вы хоть знаете, сколько стоят эти туфли? Как там у вас? Не отвлекайся, что у тебя? Все бокалы брали с этого стола, подозрительных осадков в них нет. По левую руку от Обухова стояла его супруга, а по правую финн-директор компании. Может, у него случился сердечный приступ? Нужно ждать в суд, медэкспертиза. Но формально к любой смерти нужно относиться как к насильственной, пока не доказано обратное. Алло. Послушай, извини, я... Я не смогу сегодня прийти, да. Да, у меня работа. Давай в другой раз, хорошо? Ну и зачем же обманывать кавалера? С маленькой лжи начинается большой обман. Мой кавалер, что хочу, то и делаю. И не в моих правилах идти на свидание в сломанных туфлях. Леша, покажи мне, пожалуйста, руки умершего. И ногти крупнее. Это что, маникюр? Это полосы киеса возле ногтевого ложа. Что еще за полосы? Это говорит о том, что этого человека отравили тетрометилциану. Пожалуйста, дайте мне сесть. Черт, простите. Минуту вашего внимания. Всех сотрудников изолируйте в отдельные кабинеты. Надеюсь, места у вас хватит. Зачем? Чтобы свидетели предполагаемого убийства и самоубийства не смогли договориться друг с другом. Зал это место преступления. Вы должны покинуть его и закрыть. Доступ в зал только после моего личного разрешения. А допросы свидетеля вызывайте по одному. Мне кажется, вашему помощнику требуется напарник. Я бы с удовольствием. Только, как видите, ничего, не маленький справится. Я могу поехать в Трансгаз и помочь Алексею. Вы серьезно? Почему так удивляетесь? Мое свидание вы все равно испортили. А так, развлекусь. Представлю, что на съемках детективного сериала. Студент, ты меня слышишь? Да. Подключись к видеокамерам Трансгаза. Так, на всякий случай. Понял. Прежде чем обывать туфли на высоком каблуке, нужно научиться в них ходить. Так вот и будем вместе учиться ходить. По рукам? Камеры работают, Сергей Юрьевич. Все установлено. Сейчас у вас должно появиться изображение. Появилось. Да. К вам можно? А как вы... Меня к вам Никонов отправил на помощь. Так что буду при вас доктором Пацаном. Здорово. Вы нам так помогли с этими пятнами кейса? Киеса. Мне о них рассказал один мой очень хороший знакомый. Он военный токсиколог. Кому, значит? Очень крутой. Подполковник медицинской службы. Лучше него в ядах и отравлениях никто не разбирается. Так. Тетраметилциан. Искусственно синтезированный яд. Его используют только военные и спецслужбы. Так это получается Обухова отравили военные или спецслужбы? Леша. Да сейчас все что угодно можно купить на черном рынке. Ну правда. Без проблем. Так. Хватит болтать. Готовьте сотрудников к опросу. Начнете с тех, кто сидел рядом с Обуховым и имел возможность что-то ему подсыпать. А ты, студент, попутно поройся пока в интернете по поводу нелегальных ядов. Может кто-то из сотрудников Трансгаза интересовался подобными сайтами. Окей. Можно? А как название твоей тетра... Тетрометилциан. В одно слово, Леша. Это я случайно. Бинго. Вот. Сергей Юрьевич, ну у вас и интуиция. Мы проверили все компьютеры сотрудников управления. С одного из них заходили на сайт Devil666. На этом сайте можно нелегально заказать смертельные яды. Чей это компьютер? Жены Обухова. Кстати, она сегодня весь день работала в кабинете мужа. Почему? А потому что в ее кабинете ремонт вот он и отдал ей свой кабинет в ее пользовании. Тогда возьмите у нее показания. Только не спугните. Но сначала проведите обыск в кабинете жертвы. Хорошо. Идем. Учтите, обыск будете проводить под моим контролем. И не только вашим. у вас здесь сейф есть? У нас здесь все здание сейф. Прям кладезь для промышленного шпионажа. Так. Аня, помогите, пожалуйста. Да, сейчас. Это тоже. Угу. Похоже, здесь только деловые бумаги. А вы что там рассчитывали найти? Любовные письма? Ваша задача среди тонны неинтересного найти грамм полезного. Нашел, Сергей Юрьевич. Постойте. Здесь может быть секретная корпоративная информация. Уверяю вас, здесь информация личного характера. Как раз то, что нам нужно. Да? Да. Точно. Нашли. Покажи Сергею Юрьевичу. В сейфе вашего мужа вы нашли документы, подготовленные им для развода. Я не понимаю. Подождите, о каком разводе вы говорите? Мы были в замечательных отношениях. Но это все знают. На праздновании Валера даже говорил тост в мою честь. Думаю, этот тост нужен только для отвода глаз. А ваш покойный муж не хотел, чтобы руководство знало о ваших семейных неурядицах. Но вот что самое интересное. По документам, найденным в сейфе вашего супруга, при разводе вы получаете лишь пять процентов от общего имущества. И не говорите, что вы об этом не знали. Вы сегодня целый день провели в кабинете вашего мужа и, наверное, нашли документы на развод. А вы знали код от его сейфа? На что намекаете вы? Что? Вы думаете, что это я? Вальеру? Вы с ума сошли? Вы с ума сошли? В случае в случае его смерти вы получаете все общее имущество. При этом я не сомневаюсь, что имущество и сбережения вице-президента компании «Трансказ» могут служить веским мотивом для убийства. Я не понимаю, о каких бумагах вы говорите. Я эти бумаги в глаза не видела. Ну, может, это какая-то фальшивка. Но Валера так со мной не мог поступить. Достоверность этого документа подтверждена нотариусом. Скажите честно, у вашего мужа была причина для такого поступка? Нет, конечно. Никаких причин у него для этого не было. Мы любили друг друга. Ну, хорошо. Допустим, я не сомневаюсь в вашей любви к мужу. Но как тогда вы объясните вот это? Скрипков, твой ход? Включаю, Сергей Юрьевич. Ах, ну, приходит. Боже, ну, что ты такой? Мне полчаса. Ну, подожди. Ну, а как же? Боже мой, можно я хоть колбатки сниму? Этот аудиофайл лежал в вашей электронной почте. А вы уже молились в моей электронной почте? Интересно, по какому праву? Это корпоративная почта. А президент вашей компании предоставил нам доступ ко всем адресам. Итак, чьи голоса на записи? Отвечайте. это ваш муж с любовницей? Да. Браво, Сергей Юрьевич. Это все? Все. Супер. Алена. Я прошу вас, успокойтесь, пожалуйста, и просто поймите, у вас целый букет компроматов для убийства. Измена мужа, развод, угроза финансового краха. На вашем месте я бы рассказала все, что мне известно, лишь бы только отвести от себя подозрения. А вы хотите, чтобы я назвала вам имена всех его любовниц? Достаточно только одного, который фигурирует на аудиозаписи вашей почты. Вам известно, кто это. И да, возможно, у вас есть какие-то предположения, кто бы вам мог прислать компромат на вашего мужа? Голос этой тряне я узнала сразу. А кто прислал мне это, я понятия не имею. Я могу идти? Да, конечно. Все готово, Сергей Юрьевич. Хорошо, посмотрим, что будет. А пока, чтобы не терять время, побеседуй-ка с финдиректором, который стоял по левую руку от Обухова. Она, эта женщина, Светлана Бачигина. Да один хрен. Во время ужина вы ничего подозрительного не заметили. Может, кто-то подходил к Обухову, прикасался к его бокалу. Кто-то мог подсыпать ему яд? Да нет. О, Господи, я вспомнила. Обухов выпил яд из моего бокала. Что же это получается? Это меня хотели отравить? Это я должна была умереть? Кто-то еще, кроме Обухова, был рядом с вами? По ту сторону от меня стоял Кирилл Ветров, помощник Обухова. А зачем ему меня убивать? Что я ему сделала? Да проси этого помощничка. А как же ваше поручение? Одна нога там, другая тоже там. Легко сказать. Все, до связи. Извините. Лев, извини, ты не вовремя, ты не вовремя, я очень занят. Ну, серьезно, очень занят, Лев. Я понимаю, но что она так орет? Ладно, заходи, раз пришел. Ты это что? Здоров. Здоров. Ну, что? Давай. Лев, слушай, давай ты просто накатишь, да, а шахматы в другой раз. И я быстренько. Сергей Юрьевич, готово. Овощ задержан. Сидеть. Допрашивать будете? Еще как буду. Давай его сюда. Смотри сюда. Ну, и давно ты, красавец, смертельные яды по офисам развозишь? А почему сразу смертельные? Обычные. Может, им люди или тараканов, или крыс строят. И вообще, у нас рыночная экономика, как каждый покупает и продает, что хочет. Может, кто-то травит тараканом, но сегодня по факту твоим ядом человека убили. Где ты берешь яд, мы потом выясним. А пока ты знаток рыночной экономики, пойдешь по этому делу соучастником. Не найдем убийцу, назначим убийцей тебя. Меня? А я тут при чем? Кто сегодня днем доставил в этот офис такой же яд? Я. Во сколько? Без 15,2. Кому передал посылку? А охранник, он сейчас там стоит. Можете сходить, спросить у него. Я как бы вообще курьер. Я не знаю, что там внутри. Мое дело только взять и отдать. Скребков, ты меня слышишь? Слышу. Задержи этого красавца до приезда опер-группы. Есть, шеф. Лев, водка чистая. Не отравишься? Не, 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 спасибо. Я что-то перехотелось. Лев, ну... Нет, я... Да что это? Давай, давай. Лев, ну... Лев, ну... Лев, ну... Лев... Ну... Итак, по показаниям свидетелей и по записям камер наблюдения, в 13.45 Обуховой в офисе не было. Значит, подозрения с нее снимаются. Пока что. А что, если курьер сообщник Обуховой и помогает ей с алиби? Зачем тогда ему открыто при свидетелях доставлять яд в офис? Обухова могла спокойно уйти с работы, встретиться с курьером в укромном месте и взять яд. Логично? Я допрошу охранника на входе, а Равинская возьмет показания у любовницы Обухова. Ты сначала ноги состала с ними, студент. А откуда вы? И про помощника Обухова не забудь. Вы же только мое лицо видели. В 13.46 приезжал курьер, оставил пакет и уехал. А кому вы передали этот пакет? Я здесь недавно работаю, у всех по именам не знаю. Парень какой-то, лет 25, высокий. По-моему, помощник покойного Обухова. Угу. Спасибо. Вы слышали, Сергей Юрьевич? Все сходится на помощнике. Похоже, у нас есть новый подозреваемый. Ну, спала я с Обуховым, и что? Вы только Диме не говорите, что я вам рассказывала? Диме? Легостаеву, президента нашей компании. А, то есть вы хотите сказать, что вы из него? Да. Ну что, я, я ищу, перебираю. Вы знаете, Дима, это самый подходящий вариант. Я правильно понимаю, то есть вы совершенно не были заинтересованы в том, чтобы о вашей связи с Обуховым кто-то узнал? Ну, например, вот супруга Обухова. Ой, нет, конечно. Боже мой, если бы она узнала она с ним, она бы растрендела бы по всей корпорации. А в первую очередь она бы побежала бы к президенту. А оно мне надо. А вот помощник Обухова... Кирилл? Кирилл, да. Он знал о вашей связи? И вообще, что бы вы могли сказать о нем, как о человеке? Кирилл у меня был первым мужчиной. В корпорации. Ну, вы знаете, не в моем вкусе. Так, неудачник. Вот так и не ответили на мой вопрос. Повторяю, я никакого пакета от курьера не получал. У вас просто железная логика. Если я помощник Обухова, значит, я его убил? Вам известно, что для убийства нужен мотив. Интересно, какой мотив у меня? Я думаю, вы хотели отравить не Обухова. А кого? О-о-о, по-моему, вы совсем запутались в своих фантазиях. Пытаетесь взломать мой компьютер? Не трудитесь. Пароли очень сложные. Вот только не надо себе льстить. А пароли ваши совсем не сложные. Да и вот информация в папках весьма интересная. Номера счетов, данные о транзакциях на эти счета, последняя дата, вчерашний день. Что скажете? Я ничего об этом не знаю. Этот грандиозный контракт с норвежцами – это заслуга Кирилла. Он сам все находил, все пробил. Так мечтал поехать представителем трансгаза в Норвегию. А вот Обухов у него такая железная хватка. Он взял себе все в свои руки и забрал Кирилла и славу, и деньги. Я просто обожаю таких мужчин. Итак, вам ничего не известно, и вы не можете объяснить, откуда взялись такие большие суммы переводов. Такое бывает. А знаете, что я думаю? Все очень просто. Вы и Обухов – поддельники. Ну, в каких-то финансовых махинациях. Вчера была совершена последняя из них, но об этом узнал финдиректор, и вы решили ее устранить. Однако вышла неувязочка. Ее бокал с отравленным шампанским взял Обухов. Послушайте, я никого не убивал и даже не пытался. Ни Обухова, ни финдиректора. Хотя Обуховой стоило бы. С этого места, пожалуйста, поподробнее. Недавно я узнал, что Обухов регулярно подворовывал деньги у «Трансгаза». Самую большую сумму Обухов украл как раз при подписании контракта с норвежцами. Почему вы так думаете? Я не думаю. Я знаю. Первоначально планировался для перевода денег один банк. Но в последний момент Обухов передумал и выбрал другой. Причем с весьма сомнительной репутацией. Я узнал о переводе, разыскал эти счета и скопировал их. Это те счета, которые нашел мой сотрудник? Да. Что было дальше? Я напрямую спросил у Обухова о счетах. И он мне сказал, что если я кому-нибудь расскажу, то он переведет все стрелки на меня и я не смогу отмазать. И я смолчал, а что мне оставалось сделать? Но об этом точно никто не знал, кроме нас двоих. Клянусь. Врет. Сергей Юрьевич, вы ему верите? Я никому не верю. А ему тем более. Я хочу вам кое-что показать. Это девятиэтажное здание Трансгаза. Руководство находится на седьмом этаже. Система по электронному пропуску регистрирует, когда кто-то заходит или выходит с седьмого этажа. Судя по пропуску помощника Обухова, он выходил ровно в то время, когда был доставлен яд. То есть, между полвторого и двумя. Он вполне мог спуститься вниз и получить посылку. И как это доказать? Элементарно. Записи камер наблюдения. Видите, как странно получается? Записи видеонаблюдения с 13.30 до 14.00 отсутствуют. Именно в это время приезжает курьер с посылкой. А кто забрал посылку, мы не знаем. Дмитрий Анатольевич, объясните причину отсутствия записи. Служба безопасности сообщила, что произошел сбой в системе сигнализации. Вызвали специалиста. Пока тот устранял неполадку, камеры не работали. А смена охранников, дежурящих на входе, они еще не поменялись? Нет, они заступают с утра и на сутки. Эта смена, думаю, еще на дежурстве. Привет, Серега. Фролов Геннадий Федорович, 72-го года рождения, дважды судимый. Я тебе материалы послал уже на почту. Так что я думаю, что ты доволен будешь. Вполне. Теперь я почти уверен, что он завершен в этом деле. Вы там можете в Трансгаз кого-то из наших прислать. А то пацан сам с дважды судимым не справится. Да Володьку пошлю туда. Только рад будет, милое дело. Наручники нацепил, защелкнулся. Бывай здорово. Ну все, пока, дорогой. Анна, не сочтите мою просьбу вмешательством в вашу личную жизнь, но вы можете связаться с вашим знакомым токсикологом? Нужна его помощь. Господа, внимание. Прошу вас. Минуту вашего внимания. Сергей Юрьевич? К вам приедет токсиколог. Он привезет с собой специальный реактив для определения тетраметилциана. Что это за реактив? Токсиколог объяснил, что тетраметилциан – высокоадгезивный яд. При контакте с воздухом он частично испаряется и оставляет стойкие следы на одежде и волосах отравителя. И существуют специальные реактивы для определения и выявления этого вещества. Реактив легко выявит не только следы яда, но и убийцу. Прошло достаточно много времени. Могли ли следы яда исчезнуть с одежды и волос убийцы? Токсиколог считает, что это исключено. Следы можно вывести только перекисью водорода. Вряд ли убийца об этом знал. Спасибо. До свидания. Итак, для убийцы это последний шанс сознаться в содеянном. Это зачтется ему, ей или им, как явка с повинной. Ну что ж, не хотите, как хотите. Всем вернуться в свои кабинеты. Будем ждать эксперта-токсиколога с его реактивом. Действуй, студент. Сейчас, Сергей Юрьевич, только камеру на голову надену. Да черт бы тебя подрал своими гаджетами. Давай, смотри, там не геройствуют. Понял. Быстрее, быстрее. Вот тампон и перекись. Не с места, вы арестованы. Стоять. Стоять. Мамыч, ты без меня забежешь. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Спокуха, спокуха, спокуха. Спокуха сказал. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Вам помочь? Да сиди уж. Да, ты, маленько, переценил себя. Матерый зэк это не сопливый курьер. Хорошо, что Володька подоспел Камеру жалко Наверное, придется в ремонт сдавать Но зато сохранились записи допроса Сейчас покажу А нет, это о том, как они были любовниками Ага, вот Я открыла подставной счет, а Обухов переводил на него деньги Зачем вы это делали? Обухов обещал, что разведется с женой и женится на мне Я верила ему, но на всякий случай решила перестраховаться И как оказалось, не зря Обухов, жалкий негодяй Он тупо хотел кинуть меня и уехать с нашими деньгами Ах, ну приходи, боже Я тут же проверила наш тайный счет Оказалось, что после заключения контракта с норвежцами Эта скотина Обухов перевел всю сумму первого транша от инвесторов На какой-то свой неизвестный мне счет Обухов обманул меня Как бизнес-партнер и как мужчина Даже не знаю, что хуже Ну, дальше там про разбитое сердце, поруганную любовь А по делу что? А по делу Бочигина призналась, что решила отравить Обухова Ага, чисто женская месть Ага, решила забрать все украденные деньги и подставить жену Она отправила Обуховой аудиозапись А чтобы еще больше подставить жену Обухова Она проникла в ее кабинет И с ее ноутбука заказала яд Ну, потом курьер доставил яд охраннику А охранник, в свою очередь, передал заказчику В финале все было вообще просто Во время фуршета Бочигина стояла рядом с Обуховым Она подсыпала яд в свой бокал Выждала момент и передала этот бокал Обухову Значит, Бочигина специально устроила на работу этого уголовника, чтобы все повернуть Ведь это он выключил камеры, когда курьер доставил яд А, кстати, о нем Фролов многим из-за вас рисковал Сломал камеры наблюдения, стал соучастником убийства Странно Ничего странного Он мой бывший муж Ну что, как вам эта семейка Адамсов? Ну да Как думаете, Аня яичница будет? Все, я больше не могу Спасибо, что разрешили умыться Я вижу, вы не только умыться успели Ну и душ принять? А, не волнуйтесь, я постираю полотенце и верну вам Это вам Мне? Там граната? Так Ничего себе Новые туфли А вы, оказывается, умеете быть благодарным Когда-то я умел и в длину прыгать Кстати, вам привет от моего знакомого От врача-токсиколога Он уверен, что в Ачигине просчиталось Я должен был подействовать через несколько часов, чтобы Обухов умер дома Но на корпоративе он выпил такое количество спиртного и алкоголь ускорил действие яда Ну, теперь-то мне все понятно Если бы Обухов умер дома, то единственной подозреваемой была бы его жена Но так как все произошло на корпоративе, то Ачигина решила притвориться жертвой И подставила Кирилла Вы это уже знали, да? Как вы угадали с размером? Потрясающе Это еще что-то за новости Вы в порядке? Да, все отлично Ты уйди в дороге, птица, эх, теперь с дороги уходи, чуть барышня не сбил Привет! Вы в порядке, а? Да, все хорошо Вы издеваться надо мной решили? Да ну, чтобы я, ты что, это тебе подарок Из трансгаза Я, наверное, пойду А? Я тоже, подожди меня Легка коляска с моторчиком, как тебе, а? Ну, это типа в знак особой благодарности За раскрытие убийства Обухова И помощь в раскрытии хищения средств компаний Гоняет, как сумасшедшие, да? Я уже себя в кабинете полкилометра намотал Судя по всему, вы решили меня пожизненно в инвалиды определить Да ну, что ты говоришь? Ну, я тебя сейчас догоню, ну, стоять! Стоять! Я не выжду их подачки с намеком Осторожно! Если вы не вернете им телегу, я доложу руководству, что вы им берете и взятки Ясно вам? Такая крутая электроколяска, ну, мечта! Я не понимаю, чего Никонову не нравится? Ну, наверное, ему просто не нравится чувствовать себя зависимым О, Господи! Что с вами? Все, прости, не могу Ну, Никонов подарил мне цветуфли Хотел сделать мне сюрприз, но они меня нереально жмут А, мои детики любимые! Ой, хорошо! 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 Можем идти? Да! Только не говори мы, пожалуйста Окей! Обидится! Все, теперь куда угодно! Кайф! Все, впереди! Субтитры создавал DimaTorzok